Пятый канал представляет Тяжелый падла Ой, Алексей Геннадьевич, это вы? Не ожидал тут никого увидеть А что вы через черный ход? С тобой решил пообщаться Че делаешь-то? Да начальник сказал камеру повесить В подвале кто-то шашлит Курят там, пьют Че, даже звук пишут? Ну да Технологии Большой брат следит за тобой, да? У меня нет брата, с чего вы взяли? Забей Черт Вот он Леша, где ты был? Я же сама хотел, чтоб я не все время пропадал на работе Домой пошел Что ты там делал? У вас не было ни о куче Ни о куче Так, Ольга Петровна, что за вопросы? Вы думаете, у меня дела нет, что ли? Тебя Шапилов обыскался Говорит, вынь да положь мне Филина Что ты там натворил? Мне пришло благодарственное письмо из полиции За помощь врача Алексея Филипова В раскрытие преступления О, так И это плохо, потому что... Ты что о себе возомнил, Филин, ты же врач А не какой-нибудь там доктор Ватсон Вообще-то он тоже врач Поумничай мне здесь, тут У нас сейчас куча пациентов Отделения все переполнены А у тебя в отделении лежит журналист Из город онлайн А, Иван Милохин, в седьмой Ну, там ничего серьезного Как ничего серьезного Город онлайн Самый читаемый сайт городских новостей А, это не тот, кстати, который в прошлом году Вас в статье размазал Извините Да, он самый И подобного Я больше не хочу Так что ты должен обеспечить ему Такой уход, чтобы претензий к нам Не было никаких Все ясно? Это приказ Понял, принял Решите идти Иди Танюк, ты не могла бы зайти ко мне? Мне кота покормить надо Да погоди, погоди Не вешай трубку Мне вискаря подогнали Хорошего Так Что с вами? Милохин В какой палате? Доктор Тут пациенту плохо Доктор Доктор Иван Черт Милохин, отойдите Что случилось? Черных, помоги Пока непонятно Знаешь, что случилось? Смотровая свободна? Да Давай туда его Давай Расходимся Все хорошо Расходимся А вы куда? Волосатый Кто-кто? Волосатый Да не особо Да это фамилия моя Отвечая на ваши вопросы Я во двор погулять Ну-ну Да это фамилия моя Жри дармает Ну дела Гуляем Здравствуйте Здравствуйте Я к брату Мне в премном покое сказали, что можно пройти Здравствуйте А кто ваш брат? Здорово, братова Ай, боже Какой красавчик Опять в форме Нужны тебе эти проблемы? Нужны Очень Сначала потемнело все в глазах А потом как будто отключило Что со мной такое? Ну, пока сложно сказать Сделаем вам томографию головы Ну, держу пари, что ничего страшного мы там не увидим Вообще, такое часто бывает? Да нет, вообще первый раз Я думаю, что это простая слабость Два дня после операции вы лежали в кровати и не двигались Да, Чернов? Да, 127 на 82 И что теперь делать? Оставим вам капельницу Будете как огурчик А вы какой журналист? Желтый пресс? О чем пишете? Нет Я криминальную фронику пишу А-а Криминальную колонку, а что? Так ничего Так, интересуешь просто Да хрен от два Вердуха кинет Так, ты Ты не вердуха Я не заключенный У тебя в пакете алкоголь В больнице пить нельзя Вылечишься, хоть упейся Здесь нельзя Понятно? Дай сюда пакет Сама виновата И нечего было отбирать Понятно? Больно Отпустить Больно Будешь себя нормально вести? Да-да Валя? Да Да не надо было, я бы сама с ним расправилась Ох я бы ему наваляла гаду Так, за него как раз я и переживал Так, Черных Да Поводи товарища Димаширова седьмую Привязать? На всякий случай Да не стоит Я думаю, господин все понял Вставай Вперед Откуда деньги только взял на выпивку? У него же ни копейки не было Ходил у всех, клянчил Заходи Да вы, батенька, набрались Хороший вопрос Ты как, нормально? Это что? Да, локоть болит Да? Угу Пройдет Тачку не глуши Придержите дверь, пожалуйста На какой этаж доставка? На пятый вроде Блин Тяжело-то как Вам вызвать? Да, спасибо Вы просто фея Спасибо Ты туда, я здесь Хорошо Тут акции, кажись Берем или чисто бабки ищем Потом все Потом разберемся Сволочи! Сволочи! Варим! Да ты что? Сдурелась, что ли? Я сволочи! Ты что натворил? А что мне хотелось делать? Давай ключ от сейфа Да? Берем бабки и валим Два грузчика, лица вы не разглядели? Вы знаете, я даже их и не видела Они как-то все время вниз смотрели Ну, вежливые были Фея меня назвала Я им лифт вызвала А знаете, что еще? Коробки У них какие-то странные были Почему странные? Может, мне показалось Но, честное слово Выглядели они, как будто пустые были А вам не показалось? Спасибо вам большое, Наталья Петровна Если что, я вам позвоню До свидания Спасибо До свидания До свидания Давай угадай Двое под видом грузчиков Лицо никто не запомнил Потому что они держали голову вниз Так? Все, что нам известно Это цвета их костюмчиков В точку, Роман Андреевич Опять эти двое любителей переодеваться Только теперь они на тебя мокруку повесили А кто хозяин квартиры? Некий Иван Милохин Журналист Журналист Ну, что бы им не вломиться Какому-нибудь инженеру или слесарю? Татьяна, это его сестра И, по словам соседей Последние два года Они практически не общались Понятно Ну, а что она тогда у него делала? Ну, судя по всему Она просто решила пожить, пока его нет Как говорится Святое место пусто не бывает А этот журналист Здесь еще с командировки какой-нибудь? Да не совсем У него рука сломана в больнице Угадайте, в какой? Твоюши Ты что делаешь? Че, ты не видишь, что ли? Здесь в больнице? Да Тут интернет лучше Ясно Иди давай в седьмую Там Милохин опять плохо Вот ничего нельзя доверить вам Я почти прошел уровень Ну что, довели парня Кузин, если ты не прекратишь здесь допросы устраивать Я в твое управление свой отдел колоноскопии переведу Это что такое? Тебе лучше не знать О, снова здравствуйте Здрасте Скажите, пожалуйста Таня, она хотя бы не мучилась? Давай, друг, поставь Смерть наступила мгновенно Если вас, конечно, это удержит Скажите, Иван, а что Татьяна делала у вас дома? Так я же в больнице лежу А у меня кот дома Я просил ее покормить А она, наверное, переночевать осталась Кота, это святое А почему она решила остаться? У нее муж пьющий, честно говоря Ну, и сама она периодически тоже А ключи у нее откуда? У бабушки есть запасной ключ на всякий случай Давай, крапостик Иван, домушники, судя по всему, не ожидали, что кто-то окажется в квартире Скажите, кто-нибудь знает, что вы в больнице? Да все, все знают, что я здесь Я всем друзьям рассказал, все знакомые знают В соцсетях написал, что со мной приключилось На работе все знают, а что? А у вас в квартире есть какие-то ценности, деньги? Просто ощущение, что преступники знали, куда они идут Гонорар с последней командировки был Про деньги вы тоже в соцсетях писали? Нет, про деньги я никому не говорил Только сестре звонил, рассказывал Там тысяч двести в сейфе лежат Ну, я хотел их вложить куда-нибудь Или акции купить, но вот из руки не успел Подождите Так это из-за денег, что ли? Таню убили из двухсот штук Интересно, как сейф-то открыли? Отмычка, как от двери, а что? А, логично, извините, сейф отмычкой Филин, давай опрос будут вести специальные обочины и люди А не кто попало? Давайте Интересно, а ты себя каким приписываешь? Иван Вы сами кого-нибудь подозреваете? Роман Андреевич, я сейчас Так, Андрей Петрович, давайте я сам разберусь с этим Все, спасибо Мы этих домашников уже третий месяц ловим Каждую квартирную кражу они обставляют по-хитрому Никогда не повторяются Сначала они были в костюме слесарей, жилком сервисе Потом с мешками пришли под видом ремонтников В другой раз они были с коробками из-под пиццы под видом доставщиков Ну, значит, у нас с чего вы взяли, что это вообще одни и те же люди? Так примет сходится Свидетели говорят, что видели двух громил, по два метра роста Ну, как ты? Я не громил, я просто высокий И страшно обаятельный Так и наши воры страшно обаятельные Всем комплименты отвешивают То консьержки, то соседки Мамочки дверь поддерживают В общем, ни у кого не возникает даже подозрения Странно, что они в тему убийства пошли Этно пропустил А, подожди, красавица У вас что, тут пациентов заставляют полы мыть? Так Вы должны представлять, как трудотерапия меняет людей К лучшему Я сделаю вид, что я ничего не видела Сделайте Так, а как они вообще понимают, на какую квартиру надо напасть? А вот это загадка Есть предположение, что есть пару наводчиков, только непонятно кто Может, у тебя есть мысли? У меня? О, нет, извольте У меня есть приказ У меня есть приказ Заниматься своим делом Лечить людей В этот раз вы и без меня Угу Погрома, пойдем О, ну Молодцы, все помыли Ну, наконец-то И кто Филину запретил Весь наше дело? Главврач Главврач, это же святой человек получается Говорят, неприятный тип Ты че, Громова, в Филину влюбилась? Если че, он больной на всю голову Почему? Десять лет назад Он попал в аварию Врачи, его еле собрали Ну, собрали же Его-то собрали, а вот жены его нет В общем, он до сих пор по ней с ума сходит Так что думай О, здесь Добрый день Подскажите, пожалуйста, Милохин в какой палате? Вы к Ивану? Я могу помочь Здравствуйте, это Анастасия Марковна Милохина Бабушка вашего пациента Ивана Добрый день Очень приятно, здравствуйте А вы? Медбрат из частной клиники Не обращайте на меня внимание Я просто помощник Анастасии Марковны Простите, ради бога, за это У меня рак, последняя стадия Врачи отпустили мне только три месяца Не жаль Да, самое страшное, знаете, что У беспомощной старухи погибли почти все, кто должен жить дальше А сейчас еще внук в клинике И внучку хоронить надо вот А должно было бы быть все наоборот Вот такая нелепица Да, я соболезную в вашей утрате Могу видеть Ваню Конечно, я провожу Спасибо А вот его Бабуль Ваня, Ваня Ты что здесь делаешь? Я же тебе говорил, что не надо сюда приезжать Меня же выпишут скоро Давай здесь присядем, поговорим Я бы позвал тебя в палату, но там, сама понимаешь, я не один Забавно Я соскучилась Меня как врачи выпишут, так я сразу появлюсь, бабуль Роман Андреевич Так точно, агентура задействована Ну, конечно, лишние люди никогда не помещают, товарищ генерал Спасибо А будем докладывать, как только так, сразу Гребанный журналёг Редактор его задействовал, он все свои связи Так что теперь дело под личным контролем генерала Ого Что угодно, это какие-то зацепки срочные искать Мне кажется, нашла Что? Это кадры с камеры наблюдения соседнего двора Все машины проезжают мимо И это единственная машина, которая заехала во двор Журналиста Милохина, именно в то время Когда соседка видела грузчиков И эта же машина ровно через пятнадцать минут Промчалась назад Номера заляпаны Значит, скорее всего, наша машинка Растешь громко Значит так Запрашиваю в ГИБДД Все данные на машины этой марки А потом пробиваю владельцев По базе судимых А, Алексей Геннадьевич Я снимки Дьяченко принес Для этой криза Это в татуировках, которые в майке вечно ходят Возьмите, а то я забуду потом Да, да, да Ну что ты там? Скоро? Уже Э-э-э-э Мне оставьте Сначала стишок Ну ты, батенька, и нажрался Да? Алексей Геннадьевич Ну соберитесь, я же вас уделаю сейчас Ага Переодеваться, значит, любить Кто? Да так, никто Я же выиграл почти Так, Черных, иди работай Положи мой джойстик Иди Алло Готеннахт, май леба Филин, ты знаешь, как я обожаю твои иностранные приветствия Но сейчас, честное слово Шутить нет настроения А я не шучу Я знаю, кто они, но Нам потребуются доказательства Я тебя внимательно слушаю Короче, дело в следующем Доброе утро, док Всем, как хотите? Нет, спасибо, я уже завтракал Здрасте Ну и как? Намеки на приступ, как вчера, не повторялись? Да нет, вроде все в порядке Может, капельница помогла Именно, конечно Слушайте, я понимаю, что не вовремя С вопросом Сестра умерла, а я соболезную Но вы говорили про акции Меня эта тема очень интересует Ну, пожалуйста, спрашивайте Да? В общем, я накопил некую сумму Ну, что, дом лежат как-то Боязно, инфляция там, все дела Я понимаю, может, пойдемте в коридоре Об этом поболтаем Вы что, отдыхайте 1400 там, короче, лежит, сумма небольшая Ну, это нормально Да? Да, можно купить каких-нибудь Несколько иностранных акций Хороших или наших Там, газовых или нефтяных Вы когда хотите этим заниматься? Да, как можно быстрее Что, деньги дома лежат? Мало ли что, вон как у вас вышло В общем, рука у вас в порядке Ну, вроде да Движения сохранены Завтра контрольный рентген Я выписываю вас Отлично А по поводу акции У меня брокер знакомый есть Я могу его спросить Как, что, может, он что-нибудь посоветует Я ваш должник Да, пока рано Нина Это препараты строгого учета С ними нельзя так обращаться Давай, дуй в хранилище И разберись там Все оформи как следует Начешепилась Убедился Сестричка А можно на секундочку? Да А тут это Тут брат ко мне должен сегодня зайти Только он в час посещения не может Можно же чуть попозже? Или это, ну, прям совсем запрещено? А, это тот красавчик? Простите Ну, у нас, конечно, не приветствуется Но сделаем исключение Спасибо Кстати, братик мой, Игорек Он вчера вашего врача увидел Как его? Филинов, кажется Филиппов Алексей Геннадьевич А, ну да, ну да Говорит, лицо у него знакомое Только не может вспомнить Где видел сосед, что ли, или что Он же, он же на Литяйном живет где-то, да? Алексей Геннадьевич, сколько я его помню Живет на углу Большой Посадской И маломонетной А, ну точно сосед Только не брат, а родителей Представляете У нас родители там живут Вот откуда-то Игорек его знает Тесен мир Да, да уж Да, мать говорила, что у них в подъезде живет Доктор обходительный такой Она даже, говорит, иногда к нему советоваться ходит Правда, подниматься тяжеловато На третий этаж, по-моему А ей уже, представляете, засею мне это Последний Что последний? У него последний, Гаша А, я же говорю, высоко подниматься Кстати, я бы с удовольствием по своему поволтала Но у меня работа не подсчет играет Прошу прощения Спасибо Травматология Да Алло, Гараш Ну что, короче Маза у меня интересная нарисовалась Клево, не щелкай, если что, звони Кто это? Здравствуйте, мы из поликлиники К соседям вашим Откройте, пожалуйста Отчего уж вы их-то не набираете Эта, балерину доставай Хорошо Есть кто дома? Хозяева АУ? Диме комиссия арива ин борделла Чего? Полиция! На, 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 на Я на большинстве изучаю языки Но сейчас я переволновался, все забыл Мисс Кузи Огонь Нечасто принимаю гостей Полиция Машину заглуши Вы что, ребят, я просто в машине сижу Вы меня с кем-то перепутали Выходим без резких движений Да ё-моё А удостоверение есть? Сиди здесь Сиди здесь Маш, хватит бегать Ты равно не уйдешь Слышь? Твою ж Блин Говорю, не уйдешь, а? Я это, а можно забирать? Забирай Ну, Грома Это, наряд вызывай Вы не долго еще будете? Не знаю, работа Что-то случилось? Забей Всем добрый день Сохраняем спокойствие Это наши новые санитары Зиченко, они отведут вас в другую палату За что? А ты не понимаешь? Ты наводчик банда домушников А это соучастие, если вдруг ты не знал Какой банда? Да брось Ты слышал разговор Ивана с сестрой Который сказал ей, что у него в доме деньги лежат Точно, я же при нем разговаривал А потом кое-что произошло И ты подумал, какой перед тобой открывается шанс, да? Милохин В какой палате? Ивану стало плохо Ты понял, что какое-то время его не будет в палате Иван! Это время было тебе необходимо для того, чтобы взять ключ от сейфа И сделать слепок для своих подельников Ну, оставалась одна проблема Алкоголик волосатый, да? Че, алкоголик? Выпить хочешь? Вот почему ты вдруг расщедрился и дал ему денег на выпивку Таким образом ты просто избавился от свидетеля Ну все? Давай А как только он вышел, ты занялся делом Потом ты сразу позвонил подельнику И когда он пришел сюда под видом брата Здорово, Готелло! Ты просто отдал ему слепок Ничего не докажешь Я? Не собираюсь Я просто тебя выпишу и передам, так сказать, на санаторное лечение Подло! Спокойно! Спокойно! Не дурно, естественно! Спокойно! Я сказал, забежать! Чуть опять меня не врезали На этот раз повезло Молодцы! Здравствуйте! Это что за... Я тебя убью, филер! Слышите! Спокойно! Спокойно! Не дурно, естественно! Филер! Я тебе что говорил? Я тебе что-то говорил, да? Я список ваших цитат на другом халате оставил Ты должен был облизывать этого журналиста Чтобы он про нас всякого там не написал А ты... Здрасте, можно? Быстро вышел отсюда! Ой, извините Извините, подождите Я думал, что это сотрудник нашей больницы Прошу вас Жалобы на здоровье что-то Я могу чем-то помочь? Да нет, я просто хотел поблагодарить Алексея Геннадьевича За что? Я прям впечатлен Алексей Геннадьевич, вы лучший врач на свете, правда? А принцип нашей больницы Чтобы держать здесь лучших среди лучших И за этим лично я слежу, главврач У нас врачи штучный товар Гении среди гениев Зачутите, у меня обход еще Идите, идите, Алексей Геннадьевич, идите Вы так же напишите в своей заметке, да? Вполне Да Кстати, меня Борис Сергеевич Шепилов зовут Для друзей можно просто... Борис Сергеевич Короче, братишка Маш на меч, масло против драгонитов Молодец Пойдем через кривоуховый топе Прямо до ведьм Если появится полуденец, а нам точно конец Черт, нападают В руках твоего уха, мы сейчас стопну Блин, стоп! Надо было сферу ставить Ты что, отключился? Слушай, мужевать на сегодняшний Башка болит, дай потом, завтра, ок Слушай, ты симулянт Башка у него болит Черных, что с ним? Ему плохо? Леш, он вытворяется Спокой, спокой, мальчик Можно я вас съем, Алексей Геннадьевич? Можно? Съем? Ты здесь? Угу Я отключаюсь до завтра Виктор Дьяченко Так, Милухин писал А Дьяченко Значит, все про него знает Спасибо Добрый день, Анастасия Ой, здравствуйте Я приехала за внуком Он сказал, что вы готовы его отпустить Это правда? Да, там медсестры занимаются уже его выпиской Пока они там возятся с бумажками Я хотел бы один вопрос вам задать По поводу вашей болезни Давно это у вас? Простите, какое у вас? Два года назад Я почувствовала какие-то изменения Я решила пройти обследование Которое показало онкологию И что, ничего нельзя было сделать? Я прошла и операцию, и химиотерапию Я подумала, что рак побежден, а нет Пошли метастазы в легкие, в позвоночник В общем, дела мои в полке Крепитесь Наверное, единственное, что я могу сказать Я пойду потороплюсь, сестер Хорошо, ага Анастасия Марковна Еще один вопрос А родители Ивана и Татьяны, они живы? Мне кажется, вы злоупотребляете моим вниманием Но все же Они погибли в автокатастрофе Восемь лет назад И все, что у меня оставалось Это внуки Ваня и Таня Простите Так Раз, два Это тоже мне? Да? Чего столько бумаг Ну, так положено Куда без бюрократии О, уже собрались, прощаемся Да Спасибо вам большое Хотелось бы сказать, что увидимся еще Но очень не хочется к вам попадать снова Понимаю Можете помочь, пожалуйста? Спасибо До свидания Пойдемте, я вас провожу Да, все равно туда Слушайте, я всегда мечтал стать журналистом Сюда, сюда, сюда Но в детстве как-то откачал хомяка И подумал, ну все, мое Такая судьба Пойдемте, пойдемте Спасибо А почему мы не через главный вход? Ну, там перегородили все Ремонт какой-то Да и здесь быстрее Понятно Я в медицине, конечно, ничего не понимаю Но то, как вы этих жуликов прищучили До сих пор под впечатлением Ну, спасибо, взаимно Я тоже впечатлен Вы чем? Ну, как Как вы все организовали У вас просто пропадает талант, Иван Я не знаю Я просто снимаю Воображаемую шляпу перед вами Вы о чем? Вы ведь не очень общались с сестрой, да? Полицейские рассказали Ну, да С Таней было непросто А перестали общаться Где-то примерно пару лет назад Интересно, почему, да? Хотя зачем нам? Дурацкие вопросы Мы же оба знаем, почему Из-за наследства Что? Деньги вашей бабушки Багут назад ей поставили диагноз И тогда вы резко прекратили общение с сестрой Теперь все деньги достанутся вам А если бы Татьяна была жива Пришлось бы Пилить пополам А тут Ситуация решилась Сама собой Не знаю, на что вы намекаете Но мне это не нравится Вы знаете, на что я намекаю Вы криминальный журналист Вы много лет писали об этом Вы знаете, как это работает Значит Естественно, ничего не предвещало беды И вот вы попадаете в больницу В одну полоту с многократно судимым уголовником Про которого сами же неоднократно и писали И не могли не знать его Харизматичное лицо А потом вас осенило Вы балтываете ему про деньги, которые спрятаны дома Вы балтываете ему свой адрес Вы даже устраиваете симуляцию потери сознания На глазах у всего отделения Ну плац И зачем же мне это надо было, по-вашему? Я объясню Чтобы как можно дольше не возвращаться в палату Чтобы дать Дьяченко Скопировать дубликат ключа Вы просто сделали все Чтоб вашу квартиру обокрали Чушь какую-то, говорите Использовать банду домушников Чтоб избавиться от своей сестры Ну гениально Молодец Теперь ты единственный наследник Но самое интересное Что эти домушники даже не подозревают Что их использовали Гениально, Иван Гениально Одного не могу понять Ну, не могу Как ты так сделаешь Чтоб твоя сестра не только покормила кота Но и осталась в квартире До прихода людей Дьяченко Бутылка виски Ты не могла бы зайти ко мне? Мне кота покормить надо Погоди, погоди Не вешай трубку Ну, мне вискаря подогнали Хорошего Я же знал Что эта алкашка Не откажется От халявного бухла Да еще которым Можно не делиться Со своим хахалем Думаете Я просто так В больницу загремел? Да это Потаскуха Таня На меня Натравила Своего собутыльника Чтобы он мне голову проломил А она захапает себе Все деньги бабушки Повезло, что он промахнулся Вот только руку сломал, гад Так что считайте, что это была самооборона То есть ты признаешь? И что ты сделаешь? Ментам пойдешь и расскажешь А доказательства где? Тут ты прав Доказательства Да не, я бабушке твоей расскажу Пусть она сама решает Достоин ты ее денег Или нет Нет Ты этого не делаешь Почему нет? Тяжелая падла Тяжелая падла Огнетушитель на пол! Алексей Геннадьевич, вы в порядке? Я видел камеру на входе, помните? Я-то помню! Я тебя минут пять назад только ждал, пока меня не покалечили. Извините. И лампочку здесь поменяй! Николаич, башка расколазится. Есть обезболивающие? Конечно, конечно. Давай, давай, пошли. Так, друзья мои. Да вы что? Я всегда знал, что этот журналист гад. Он никогда мне не нравился. А вы вроде всем советовали пылинки с него сдувать. Захарова, ты представляешь, что этот город онлайн может с нами сделать? Что он может написать? Больница, это притон для убийц, грабителей. И возглавляет все это Шипилов Борис Сергеевич. Ой, боже мой. Как тебе такой заголовок? Ваш сайт будет молчать в тряпочку. Их журналиста задержали за соучастие в убийстве. Они сделают все, чтобы замять это дело. А вы получите дополнительные рычаги давления. А, действительно. Молодец. Захарова. А я тебя и недооценивал. Можете зарплату мне повысить? Смешная. Люблю остроумных девчонок. Идет. Идет, идет. Господи, что с вами? А где мой внук? Вообще, что случилось? Мне надо с вами поговорить. Ага. Я хочу вас предупредить, что то, что я скажу, будет непросто услышать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»